Жалко и наших паралимпийцев, хотя они продолжают готовиться к играм в Рио, несмотря на то, что сборную страны отстранили от соревнований. Такое решение принял Международный паралимпийский комитет. 35 спортсменов обвинили в употреблении допинга. Но сдаваться не в нашем духе, доказывать свое право на участие в играх лучшая команда прошлой Олимпиады будет в суде. Как себя чувствуют спортсмены из-за бесконечного давления, спросим у нашего корреспондента Василия Попова. Он работает в Омске на тренировке паралимпийцев. Василий, я тебя приветствую. Ну, как настрою наших спортсменов? Конечно, хочется им также выразить слова поддержки, потому что давление, оно, конечно, очень сильное. Да, приветствую тебя, Регина. То есть, настрой у них боевой, они продолжают тренироваться, не покладая рук и день, и ночь. Сейчас мы как раз присутствуем на одной из таких тренировок. Это Легкоатлетический Манеж Сибирской государственной университетной физкультуры, где как раз тренируется один из членов паралимпийской сборной России, это Максим Овчаренко. Вот сейчас мы присутствуем на тренировке, предлагаем посмотреть за немножечко, за тренировочным процессом. Максим у нас мастер спорта. Он будет бежать, должен бежать в Рио на Олимпиаде. На Олимпиаде в дистанцию 400 метров. И сейчас предлагаю поговорить с его тренером, то есть узнать вообще, как проходит тренировочный процесс. Ну и, собственно говоря, спросить другие вопросы. Андрей, да, здравствуйте. Добрый день. Ну, расскажите вообще, как проходит тренировочный процесс, как вы готовитесь к паралимпиаде, может быть, какие-то свои фишки есть? До паралимпиады остается ровно месяц. Этап самый ответственный. Этап непосредственной подготовки набора высшей спортивной формы. Мы не снижаем обороты, никакой фишки нет. Готовимся серьезно-серьезно к этим соревнованиям. Вообще, сколько времени вы готовились вот до этой паралимпиады? Ну, все по-разному. Мой ученик Роботницкий Александр шел с 2011 года к ней. Максим три года шел к ней. Поэтому труднее попасть на паралимпиаду, чем выступить на ней успешно. У нас очень высокая конкуренция. Надо попасть высоко в рейтинг. Вот Саша Роботницкий, третий в рейтинге. Он бронзовый призер чемпионата мира в ДОХе 2015 года. В 2016 году стал чемпионом Европы на 800 метров. И вторым на... И вот знаете, еще такой вопрос. Вообще, как вы относитесь к тому, что вот к этому запрету участия в паралимпиаде? Ну, поначалу это был шок. Просто никто... Я вот лично не ожидал, что паралимпийцев коснется вот это такое решение. Наша федерация молодая, хоть и молодая, но никаких проблем с допингом у нас никогда не было и не возникало. Ребята задают допинг-пробы за границей. Никаких нарушений никогда не было. Поэтому для нас это просто откровение. Как сами спортсмены к этому отнеслись? Как сами спортсмены к этому отнеслись? Кто-то в это сначала не поверил, подумал, что это глупая шутка. Но решили не опускать руки, тренироваться с удвоенной... Спасибо. Ну, вот, собственно, вы слышали мнение тренера и видели, как проходит тренировочный процесс. Да, Василий, тебе спасибо. Ну, действительно, они молодцы. А уж не сдаваться наши паралимпийцы точно умеют. На связи был Василий Попов из Омска. Но мы эту тему продолжим обсуждать. Вецпрезидент Паралимпийского комитета России Владимир Лукин назвал отстранение россиян шагом к расколу движения. Заберут ли у нас мечту выступить на Паралимпиаде? Обсудим с вице-президентом Паралимпийского комитета России, депутатом Государственной Думы Олегом Смолиным. Олег Николаевич, я Вас приветствую. Вот смотрите, какая ситуация. Да, вот сейчас только что в Омске один из тренеров говорит, что сложнее попасть на Паралимпиаду, чем в ней выступать. Какие меры Россия может предпринять для того, чтобы наши паралимпийцы все-таки оказались на играх? Я тоже приветствую всех зрителей вашего канала и хочу начать с моего мнения по поводу решения Международного Паралимпийского комитета. Я думаю, что это решение абсурдно, не имеет отношения к спорту и нарушает собственные европейские ценности, которыми нас так любят учить наши коллеги из Европы и Соединенных Штатов Америки. Абсурдно, потому что фактически речь идет о чем? О наказании невиновных и награждении непричастных. В чем нас упрекают? У нас за 16-й год один, если мне память не изменяет, случай выявленный допинга среди летних паралимпийцев. Один. Я вас уверяю, любую команду возьмите, найдете не меньше, а скорее всего больше. Скажите нам, ради бога, дело-то что теперь нашим паралимпийцам? Есть ли у них шанс попасть на игры? Может? Можно я закончу? Так вот, повторяю, наказывать летних паралимпийцев за грехи, которые приписываются зимним и не доказаны, это, конечно, абсурд. Теперь что делать? Сейчас работает паралимпийский комитет. Поскольку, повторю, решение нарушает сами европейские ценности, в том числе ценности честной конкуренции, в том числе ценности презумпции невиновности, я считаю, что у нас есть реальные шансы добиться справедливого решения в международных судах. Начиная с суда спортивного арбитража в Лозанне, который, кстати, уже принимал некоторые решения в оправдании российских спортсменов из Большой Олимпиады, мы думаем, что шансы есть реальные. Этим сейчас паралимпийский комитет России и занимается. Я думаю, что мы сделаем все возможное для того, чтобы это нелепое решение было отменено. Ну, будем надеяться, у вас получится. Вам большое спасибо. Перспективы нашего выступления на Паралимпиаде мы обсудили с вице-президентом Паралимпийского комитета России, депутатом Государственной Думы Олегом Смолиным.